Шестой класс, 32 серия. Решение задач. Задача первая. Увеличив скорость прохождения дистанции с 200 метров в минуту до 250 метров в минуту, спортсмен стал пробегать дистанцию на 1 минуту быстрее. Какова длина дистанции? Давайте за х обозначим длину дистанции в метрах. Это время прохождения дистанции со скоростью 200 метров в минуту, а это время прохождения дистанции со скоростью 250 метров в минуту. Причем первое время больше на 1 минуту. То есть когда он бежит со скоростью 200 метров в минуту, он бежит медленнее. Это время больше на 1 минуту. Так осталось решить уравнение и назвать значение х. Надо привести к наименьшему общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель – 1000. Дополнительный множитель у первой дроби – 5, у второй дроби – 4, а здесь – 1000. То есть единицу можно представить как тысяча тысячных. Так, решая уравнение, получаем ответ. Х равен 1000. Длина дистанции – 1000 метров. Задача вторая. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме на 1,12 часть. На какую часть уменьшится объем льда при таянии? Допустим, объем воды – х. Когда вода замерзает, увеличивается в объеме на 1,12 часть. То есть объем льда на 1,12 часть больше, чем объем воды. То есть объем льда – 13,12 от х. Изменение объема льда при таянии – это 1,12 от х. Вот это изменение надо разделить на объем льда. Ответ – 1,13. Вот на такую часть уменьшится объем льда при таянии. Задача третья. Длина прямоугольника на 4 см больше его ширины. Если длину увеличить на 3 см, а ширину на 1 см, то площадь увеличится на 15 см2. Найдите длину прямоугольника. Давайте обозначим за х ширину прямоугольника, а длина на 4 больше. х плюс 4. х умножить на х плюс 4 – это площадь прямоугольника. И эта площадь на 15 меньше, чем площадь того прямоугольника, который может получиться при увеличении ширины на 1 см, а длины на 3 см. Эта площадь нового прямоугольника больше на 15 см. Значит, если к той площади, которая меньше, прибавить 15, получится та площадь, которая больше. Давайте решим это уравнение. х умножить на х – х в квадрате. х умножить на 4 – 4х. Еще плюс 15. Это левая часть равенства. Справа. Сначала х умножаем на х. Это будет х в квадрате. Затем на 7. 7х. Так, теперь единицу надо умножить на х. Это будет х. Единицу на 7 – это 7. Так, это правая часть равенства. Теперь можно слева и справа, вот знак равенства, вычесть х в квадрате. Получится линейное уравнение. Решая это уравнение, находим значение х. х равен 2. Это ширина. Длина на 4 больше. Значит, ответ. Длина прямоугольника 6 см. Задача четвертая. Надо расшифровать вот эту запись, где одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Разные буквы – разные цифры. А затем надо назвать значения а плюс б. Итак, а и б – это цифры. Первое слагаемое – это двузначное число, где а десятков, б единиц. Второе слагаемое – тоже двузначное число, где б десятков и а единиц. Значение суммы – 132. Так, можно упростить. Вот 10а до а – это 11а. b до 10b – это 11b. А теперь можно разделить обе части равенства на 11. И получится, что а плюс b – 12. Итак, ответ – 12. Задача пятая. Назовите натуральное число, если известно, что все утверждения неверные. Давайте решим эту задачу на числовой прямой и сначала покажем вот эти утверждения на числовой прямой. Первое утверждение. Число меньше, чем 2. Значит, 2 не подходит, а подходят те числа, которые меньше, чем 2. Второе утверждение. Число не больше, чем 3. Не больше, чем 3 – это значит 3, может быть, либо меньше 3. Так, и третье утверждение. Число не меньше, чем 5. Значит, 5 может быть или больше. Так, ну, теперь, глядя на рисунок, даем ответ. Единственное натуральное число, которое подходит, это число 4. Только в таком случае все утверждения будут неверными. Ну, действительно, если взять, например, числа от 5 и больше, тогда получится, что верным является третье утверждение. А все утверждения должны быть неверными. Так, если взять, например, числа вот из этого промежутка, там, скажем, число 2 и число 3, то тогда будет верным второе утверждение. А если взять числа, которые меньше 2, то тогда будут верными и первое утверждение, и второе. А по условию задачи все утверждения должны быть неверными. Значит, ответ число 4. Только число 4 подходит.